всем привет друзья сегодня своим экспертным мнением поделится олеся как вы уже знаете это нотариус паралега в сша и посовместительство официальный представитель нашей компании сели консалтинг группа олеся еще раз здравствуй здравствуйте мы сегодня хотим обсудить на самую нашумевшую да и желанную иммиграцию всех миграции сша наверно как вы уже догадались это иммиграция через программу b3 вот и речь пойдет о конкретной позиции конкретном работодателе процесс который непосредственно курирует сама олеся и сегодня более детально познакомить нас своим направлением для начала хотелось бы узнать какие привилегии дает данная иммиграционная виза кандидату хочу отметить именно иммиграционная виза так ам это миграционная виза дает самую большую привилегию самую заветную привилегию то что люди приезжают и они получают green card то есть через пять лет не смогут стать оплаяться на citizenship наверное это самая большая привилегия то есть всей семьей можно переехать сюда имеется ввиду мама папа дети до 21 года на момент не женатые на момент собеседования посольстве в консульстве то есть в принципе вы можете перевести всю свою семью таким образом алис скажи пожалуйста вот к основному заявителю какие основные требования основной заявитель должен знать хотя бы минимальный английский потому что вы все же едете в америку он у вас будет время его подучить выучить потому что это виза не делается очень быстро поэтому у вас будет время пойти на какие-то курсы так сказать поднять свой уровень это самое главное так сказать требование чтобы понимал человек что от него хотят дальше обязательно нужно будет брать справку о несудимости то есть это достаточно важный фактор нужно будет сдать анализы на наркотики то есть это тоже достаточно важный фактор там целая так сказать страничка какие наркотики нужно пройти и естественно человек проходит собеседование после опробовала здесь и вся семья может приехать сюда ну или если человек один он сам может приехать сюда алис скажи пожалуйста непосредственно вот у твоим работодателю с которым ты работаешь да какие основные моменты чтобы люди понимали какие работа их живет основные штаты в которых представлены вакансии компания работает с где-то с 30 фермами и перерабатывающими заводами с индюшкой что значит перерабатывать то есть что включает в себя мясное производство то есть вот идет контейнер и люди на контейнер то есть складывают все маленькие лоточки упаковывают упаковывают в коробки это все потом разводится по магазинам по супермаркетам конкретные компании конкретные фермы они работают с огромными поставщиками с огромными такими сетевыми магазинами как костко как walmart как aldi здесь это достаточно большой я не знаю какой компании можно привести с с россией например как наверное у вас есть а шанс достаточно большая сеть то есть огромные магазины в которые постоянно нужны вот эти вот товары то есть это достаточно большие какие-то производства как фермы так и переработка самый важный вопрос который интересует кандидатов какая же все-таки заработная плата заработная плата достаточно неплохая даже для америки для американцев а начинается от 14 75 до 16 25 ну и дальше естественно люди когда работают какое-то время им зарплату повышают а почему разница 14 75 и 16 25 это разные а так сказать когда вы будете работать с утра будете работать вечером то есть поздним вечером вот это так сказать будет основываться на этим также хочу добавить то что в америке мы работаем 40 часов на одну зарплату более 40 часов уже вот этот вот остаток over time то есть более больше сорока часов вы будете получать полторы ставки то есть если это пример чисто гипотетически 15 долларов вас начали ваша зарплата в час то это будет плюс семь с половиной 22 с половиной в час то есть вот так сказать достаточно неплохая зарплата алис скажи пожалуйста на какие основные штаты рассчитывать кандидата на данный момент так на двадцать второй год будет набор штат айова айова сити недалеко от айова сити примерно в часе езды набор будет на февраль недалеко от салфлейк сити в юти набор будет на на апрель там где-то примерно час езды от салфлейк сити то есть достаточно большие города недалеко от них в chicago area будет тоже не так далеко сейчас подожди посмотрю в джулай то есть это будет у нас в июле и также потом ваеву point pleasant такой есть небольшой сити будет на август набор то есть это точные так сказать вот уже заводы на которые нужно будет поехать на переработку то есть там точно набирают также что-то еще появится в течение года ну вот на данный момент сейчас четыре города четыре штата скажи пожалуйста вот ранее ты говорила о том что кандидат может перевести сразу всю свою семью а кого конкретно из членов семьи он может перевести ходит ли в это количество допустим родители нет родители не входят это должна быть если ездит муж заявителем то есть он может привести жену и детей детей до 21 года не женаты или не замужем дети а на время собеседования а в консульстве после того как люди получат здесь уже дальше а ситизеншив то есть они гражданство получат они могут присоединять своих родителей я знаю что сейчас а новый закон на рассмотрение всем владельцам гринка для семей владельцев грин карт они также рассматривают закон что они смогут приглашать своих например очень близких родственников мама папа приехать да но это сейчас только в рассмотрении то есть я не хочу так сказать сказать что это уже есть ну я думаю что скорее всего это сделают единственное то что человек должен будет полностью поплевать все какие-либо расходы приглашенного сюда человека то есть если человек заболеет он должен из своего кармана пригласитель пласть платить то есть вот такой закон сейчас есть в рассмотрении но я не хочу так сказать прыгнуть вперед потому что он еще не принес раз заявитель имеет право перевести свою семью тогда встречный вопрос предоставляет ли работодатель жилье или все за счет заявителя все за счет заявителя работодатель не предоставляет никакое жилье это как любой американец переезжает куда-то ищет работу он должен сам снять единственное что могу сказать что города не очень большие значит будет не очень большая оплата за жилье поэтому то есть достаточно нормально они могут себе и снять жилье и также что-то останется на еду на какие-то основные нужные вещи но естественно нужно взять с собой какие-то деньги на первое время то есть есть похожие такие программы в канаде там обязательно нужно показывать деньги на счету что ты с собой берешь в этом случае здесь сша не нужно этого делать но это естественно желательно потому что если будешь снимать ту же квартиру то есть там попросят первый последний скорее всего месяц оплаты вами и то есть иногда два иногда три то есть ориентировочно ты предлагаешь брать собой денежные средства примерно на два-три месяца ну хотя бы какой-то да то есть чтобы было на что жить так сказать на начальном этапе пока человек приедет устроиться чтобы ему что-то где-то снять и каким-то образом может быть купить большую машину конечно то есть так как средняя заработная плата да не очень высокая по данной программе но насколько мне известно кандидат может проработать у данного работодатель только определенное количество времени а потом он может сразу сменить работать а первый человек который заявитель приезжает сюда то есть допустим у нас поедет работать или мама едет работать то есть кто хочет может работать они должны отработать год на этих или перерабатывающих или на фермах заводах они должны отработать год но им никто не запрещает найти вторую или третью работу потому что они приезжают у них уже green card они могут где хотят работать также если у нас другой супруг или супруга приезжает у них green card они могут или туда же пойти работать или где-то еще найти работу рабочее место то есть в принципе может правильно я понимаю если кандидат успевает допустим по времени отработать у данного работодателя на который спонсировал ему данную виду он может параллельно еще и встроиться на другую подработку так скажем можно но я бы наверное осталась уже самым работодателем по причине того что более 40 часов уже будет полторы ставки то есть человек найдет сразу если он приехал ну такую большую оплату без скажи пожалуйста предоставляет ли данный работодатель социальный пакет да после 60 дней они предоставляют страховку как хэлф иншурэнс дентал иншурэнс и а иншурэнс то есть страховка здоровья зубного так сказать и глазника кулиста да правильно также многие большие предприятия как вот эти вот фермы или перерабатывающие заводы они имеют возможность еще какую-то делать доплату в пенсионные фонды фонды то есть есть такая онный фонд 401 а вы можете сами перечислять деньги со своей зарплаты как дополнительные когда выйдете на пенсию то есть это у вас будет дополнительный доход потому что эти деньги не налога облака облагаемый сейчас то есть вы туда примут кладете то что заработали сразу туда придет и также во многих местах есть там где работодатель делает матчинг форван кей то есть например 100 долларов поклали со своей зарплаты работодатель также покладет 100 долларов то есть но это вы поймете когда приедете то есть это достаточно хороший так сказать вклад в ваше будущее ваше у нас есть небольшие так сказать пенсии но вот такие программы если работодатель предлагает берите прям с руками и ногами то есть это очень поможет вам так сказать когда пойдете на пенсионные в возрасте перейдет да у нас нет как советском союзе здесь отпуск отпуска месяц который кто-то где-то будет оплачивать здесь нужно проработать какое-то время то есть у вас будет неделя отпуска две недели то есть это будет уже согласовывать с самим работодателем то есть разные у разных работодателей разные отпускные так сказать дни разные отпускные какие-то месяца то есть там надо естественно будет уже самим работодателем на месте разговаривать скажи пожалуйста вот вопрос касательно пандемии и необходимой вакцинации то есть человеку приезда на территории штата обязан ли вакцинировать что на работу ноября восьмого этого года вы должны будете быть вакцинированы в своей стране чтобы въехать сюда спутник не считается вакциной здесь он не признается на данный момент может быть что-то изменится к тому времени когда вы будете переезжать но вот на данный момент вы уже должны быть вакцинированы чтобы переехать также если кто-то у нас здесь меняет какие-то статусы на грин карту на гражданство они обязаны предоставить справку о вакцинации то есть это будет без вопросов вы должны это сделать поняла скажи пожалуйста вот чтобы понять конкретнее кандидата на начальном этапе какой пакет документов один за три мы сначала проводим консультацию как ты знаешь после этого если человек согласен то есть ему нравится все то что предлагает работодатель а мы высылаем пакет документов то есть там договор самим так сказать самой компании дальше а надо будет заполнить эти документы подписать надо будет резюме составить которые там есть уже так сказать вопросы опросник можно сказать даже не саму резюме там больше на опросник похоже то есть все эти документы нужно представить на данный вот на первый момент оплатить первый взнос вы можете всю сумму заплатить или можете первый взнос оплатить и то есть за вами уже будет это место закреплено то есть как известно действует система рассрочки да там поэтапная плата которая очень удобна в принципе для всех лезть раз мы немножечко начали по алгоритму да вот допустим нашим клиентам всегда очень интересно а что у меня будет а как у меня будет сперва наверное хотела бы узнать сколько времени сама занимает программа до иммиграционная сколько потребуется кандидату и немножечко по этапам работы как известно первый этап то есть подготовка документов заполнение всех форм какой следующий примерное время на все от 24 месяцев до 30 месяцев если что-то опять не произойдет в мире как пандемия в прошлом году то есть то есть то есть времена от 24 до 30 месяцев а можно это ускорить заплатить дополнительные две с половиной тысячи для ускорения государству это государственная пошлина как все документы пойдут дальше все в принципе страны это 20 ну два два с половиной года для китая и индии это восемь лет поэтому многие компании не работают с гражданами китая или индии так что в принципе восемь лет два года все же есть большая разница ребят для населеный свет можно сокращение тоже примерно можно сократить месяцев на 6-7 то есть чтобы понимать то есть я думаю это тоже достаточно значительный срок да в принципе это не так тоже мало то есть шесть-семь месяцев вы эти деньги заработаете отработайте здесь достаточно быстро особенно если вы поедете с семьей мама папа будет работать а в принципе дети тоже могут работать уже то есть так как у них грин карта они могут тоже там или где-то что-то другое найти то есть это тоже не запрещается все у вас грин карта можете работать вот и то есть примерно два два с половиной года это оформление для всех кроме индии и китая также также я хочу напомнить что если вы находитесь уже здесь в легальном в легальном статусе обычно легальные статусы с которыми работают адвокаты это студенческий статус студенческий не значит что вы прям вот только только начали где-то обучаться в университете вы можете приехать на языковые курсы и дальше так сказать продолжать это одна из тех виз которые можете учиться до бесконечности в этом случае можно поменять ваш статус он также это немножечко ускориться тем что как вы получите право на работу вы сразу можете поехать и начать работать на этого работодателя там немножечко будут разные визовые пошлины так сказать оформительные пошлины для государства но в основном то есть это тот же самый процесс но вы ускорите это на ну наверное еще на полгода то есть то есть достаточно через наверное через год с большим вы уже можете если с ускорением и находите здесь начать работать на этого работодателя и так значит можно сменить статус студенческой визы флан входит ли туда м1 да и нет м1 а виза треки по причине того что м1 виза дается только на какие-то курсы до года если у нас оформление идет все это визы где-то два два с половиной года вот представляете вы закончили по м1 до года и потом что м1 очень трудно на что-либо поменять simone это вот повышение квалификации ты приехал здесь от работы уезжаешь то есть это за make any sense надо чтобы f1 было то есть про м1 можно и поняла значит все останавливаться на iphone а какие еще типы виз позволяется м1 джей ван если вы здесь на джей ван визе ван джей ван то есть это вот наверное самые основные по моему еще насколько не ошибаюсь и ту но это не для всех стран и ту это если у вас какой-то здесь маленький бизнес есть это как бы не иммиграционная виза но вы здесь имеете право иметь свой бизнес и управлять своим бизнесом для россии на россию это не распространяется то есть для россии это виза не существует когда человек приезжает кто занимается социальной адаптацией то есть компания или работодатель и я допустим приезжаю в сша я не знаю что куда идти работодатель помогает или компания которая отправляет такой социальной адаптации которые мы за деньги предлагаем здесь такого нету там список где например у нас будет супермаркет адрес супермаркета где можно получить права и какие документы нужно для этот список дает вот компания которая управляет юридической или работодатель они вместе то есть это юрист который работает там есть целый пакет там целый пакет есть даже даются какие-то курсы английского языка онлайн но единственное что они не вживую то есть они онлайн то есть если ты будешь хочешь повысить так сказать уровень ты можешь туда тренироваться онлайн то есть это все будет выдано такой маленький список что да где почем спасибо большое леса скажи пожалуйста вот а в каких случаях могут не одобрить визу одобрение 94 95 процентов одобрения могут не одобрить по причине того что человек возможно соврал на своих своих документах о чем-либо потому что если он будет спрашивать надо отвечать правду и только правду может быть то что например вы не смогли пройти все так сказать тесты на наркотики или у вас какая-то проблема с может быть какая-то криминальная проблема была и вы тоже утаили это выяснилось потом уже на крылья судимость что-то такое то есть в принципе это это физическая работа физические работы но они достаточно простые то есть вам не надо где-то стоять с лопатой так сказать копать траншеи часто спрашивают меня клиенты у меня допустим чистая визовая история у меня чистый паспорт что мне нужно там допустим проставлять шенген или хотя бы открыть себе б-1-б-2 для начала или все-таки это не имеет важного значения так как сейчас б-1-б-2 открытие это так сказать из района фантастики особенно для граждан россии мы недавно мы недавно открыли на маврики я знаю что мы посылаем людей но единственное что не каждый это себе сможет позволить а вот и надо тоже не забывать то что если вы летите на маврики или куда-то в другое место не в страны бывшего советского союза там надо разговаривать на английском там все собеседование будет проходить на английском языке не всегда возможно то есть связи с например а нам авто на том же маврики переводчика нельзя собой было приводить надо понимать то что там по-русски никто разговаривать не будет то есть это тоже если ждать и куда-то лететь это пройдет еще год наверное или два чтобы вам получить эту биван нет она не нужна по причине того что вы уже едете с работодателем сюда ехать вы уже переезжать у вас иммиграционная виза в принципе иногда иметь чистый паспорт это лучше иметь чем там где были cancel виза в данном случае вот такая ситуация неплохо хорошая визовой но единственное если вы начали этот процесс уже с и b3 с иммиграционной визой право подаваться на биван ведь это очень важная информация скажи пожалуйста говоря о собеседовании насколько сложно прийти собеседование именно на данную визу иммиграционную визу и потому что как мы знаем прохождение того же собеседование на iphone немножечко затруднительно да что именно касательно и b3 это иммиграционная виза то есть у вас уже есть иммиграционные намерения то есть у вас есть работодатель которому едете у вас все так сказать расписано там доказывать ничего не надо там могут спросить куда вы едете что вы будете делать какая у вас зарплата будет то есть ту информацию которая будет предоставляться этим же работодателям вы просто должны это все помнить как со студенческими с турвизами проблемы том что надо вам как раз доказать обратное что у вас нет иммиграционных намерений там надо наоборот показывать привязанность к стране чтобы будет оставляться в своей стране здесь немножко in reverse все получается то есть здесь уже все вы переезжаете у вас green card вы переезжаете друзья завершение я хочу сказать что данная иммиграция полностью сопровождается на всех этапах юристами да непосредственно самой алисей вот и риски минимальные но даже если у вас случились отказы по какой-либо из причин то компания все-таки предлагает ряд действий алиси расскажи пожалуйста какой алгоритм работы представляет компания после отказа если это происходит по какая-то какая-то ошибка произошла что-то такое произошло возвращается возвращаются ваши деньги не государственные пошлины ваши деньги которые вы заплатили за так сказать за сервис и тысячи минус минус первые две тысячи также если вы каким-то образом соврали на своем аппликейшен и если вы что-то не так заполнили это было по вашей имени то деньги естественно не возвращаются поэтому никогда не врите должно быть только только правдивая информация у вас у вашей семьи и муж женой официально женаты то есть очень часто спрашивают меня а нужно ли быть мы жили там 10 лет 15 лет вместе замуж выходить или жениться обязательно а если допустим брат был заключен прям перед миграционным процессом это не будет подозрительным или странным для это будет подозрительным это будет подозрительным надо доказывать что ваш на самом деле брак существует и вы достаточно возможно у вас дети есть совместные лучше заключить намного раньше до того как вы поедете если вы собираетесь ехать сделайте правильно чтобы потом кому-то что-то не надо было доказывать и чтобы у вас не было отказ по этой причине можно ли сделать можно будет ли это подозрительным да конечно олесь я считаю что мы сегодня освещили наверно самые такие важные моменты основные да но если у вас остались еще дополнительные вопросы обязательно пишите мы на все ответим контакты будут представлены под этим видео если вопросы будут юридического характера олеся на все ответит олеся паралегал с опытом работы уже олеся сколько долго много друзья также хочу сказать что не упускайте свою уникальную возможность иммиграции в сша и получения грин карты почему потому что с каждым днем а вакансии все становится меньше и меньше правда же алиса то есть начинается набор очень много людей из коджи из банкладеша то есть они просто скупают все эти места очень очень быстро до того еще когда начнется сам самоподача поэтому успейте забронировать свои места это единственная возможность где не нужно знать очень хороший вам то есть английский может быть начальный образование очень большое вы не должны быть каким-то профессором то есть вы в принципе это для людей ребят требования по программе самые что ни на есть минимальные а лезь тебе большое спасибо за то что вот ты сегодня нам взяла даспект провела нам такую консультацию еще увидимся пишите пожалуйста свои комментарии обязательно солей и на все ответим всем пока 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 пока